Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ! Мы рады приветствовать вас в нашем муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – городской электротранспорт Запорожья. Достижение проблемы перспективы, когда в городе обновят подвижной состав троллейбусных парков. Осветить эту тему помогут наши гости – представители коммунального предприятия «Запорожь Электротранс», заместитель генерального директора по эксплуатации Евгений Юрьевич Гусаченко, главный инженер Виталий Борисович Шумейко, а также начальник отдела подвижного состава Александр Иванович Костенко. Достижений у нас очень много. Первое, что хотелось бы сказать, достижение, что за четвертый квартал предыдущего года корпорация предприятий городского электротранспорта и ЦК профсоюзов житлово-коммунального хозяйства подводили итоги конкурса, который проводится между предприятиями электротранспорта городов Украины. На этом конкурсе мы заняли третье место. Я считаю, что это заслуженное наше достижение. Критерии здесь для определения места – это был коэффициент эксплуатации, коэффициент выпуска подвижного состава, регулярность движения, отношение собственных доходов к затратам предприятия. Предприятие «Запорожь Электротранс» является у нас в городе крупнейшим перевозчиком пассажиров. Мы выполняем перевозки на 8 трамвайных маршрутах, 7 троллейбусных маршрутов. Есть у нас один автобусный маршрут – 38-й. На нашем балансе состоит 126 трамваев, 102 троллейбуса, 6 автобусов большой вместимости масс. У нас есть 100 километров трамвайного пути, по которым трамваи ездят по городу. У нас 477 километров контактной сети троллейбуса и трамвая. Кроме этого, у нас еще есть 30 тяговых подстанций преобразовательных, которые питают контактные сети для осуществления тягой на подвижном составе. Мы выпускаем, согласно нашему плану, 73 трамвая. По плану выпускаем мы немножко больше ежедневно – 76 трамваев. И при плане троллейбусов 47 мы выпускаем 41 единицу. У нас есть определенные трудности с выпуском троллейбусов. У нас подвижной состав очень устаревший, поэтому требуется очень много денег, капиталовложений для его обслуживания. Срок эксплуатации нормативных троллейбусов – 10 лет. У нас троллейбусов всего из 102 троллейбусов. Только 6 троллейбусов, которые в предыдущем году купили Днепро – это троллейбусы новые. И до 10 лет 11 троллейбусов ЛАЗа, которые приобретены были 10 лет назад. 76 троллейбусов свыше 20 лет. Трамвай тоже ситуация по возрасту такая же. То есть у нас один трамвай, только соответствует не вышел срок его эксплуатации. В связи с нехваткой денег нам пришлось вывезти из эксплуатации трамваи и троллейбусы. 17 трамваев и 33 троллейбусы, которые законсервированы, поставлены в отдельное специально отведенное место. И ждут своей очереди для капитальных ремонтов. Называя все наши трудности, хотел бы сказать, что мы с ними боремся. Мы ремонтируем подвижной состав. У нас есть ремонтная мастерская в трамвайном депо, где мы в состоянии капитально отремонтировать ежегодно 10 трамваев. Ремонт полный цикл капитальный. Это расшивка, замена несущих частей кузова. Также замена основных узлов и агрегатов. Которые необходимо менять в объеме капитального ремонта. На базе троллейбусного парка номер два мы ремонтируем троллейбусы капитальным ремонтом. Тоже полный цикл. Наша работа, она видна в городе. Мы получаем достаточно много хороших отзывов о нашей работе. Мы перевозим в месяц порядка 5,5 миллионов человек. Это существенно, конечно, для города. 70% этих пазажиров – это льготные категории. Я думаю, что в таком объеме, как мы, больше в городе такие перевозки никто не осуществляет. Сейчас уже приступаем к работам по окончанию реконструкции площади Запорожской. Это возле плотины, площадь Ленина бывшая. Мы в том году закончили реконструкцию контактной сети по плотине полностью. Остался участок площади Запорожской с заменой опор и контактной сети. Это, естественно, приводит к тому, что меньше будет простоев, меньше будет остановок троллейбусов. И, естественно, это лучшее выполнение графика движения. Выделены уже средства для выполнения реконструкции контактной сети на улицах Кияшка и Кремлевская. Сейчас проводится тендер в Управлении капитального строительства по выполнению работ, по реконструкции по улице Октябрьской на сегодняшний день земского врача Лукашевича. Это подъем, который, все вы знаете, в трамвай на Анголинка поднимается с проспекта. Вопрос очень интересный, в чем состоит. Значит, там будет замена трамвайного пути на бесшумный путь. Тот бесшумный путь, который вы можете видеть на проспекте, который идет от вокзала Запорожье-1 до автовокзала. У нас и в Уксе есть несколько проектов реконструкции трамвайных путей. Это таких, как в Заводском районе, в основном по улице Заводской, также по улице Молодежной, по Глазунова. И есть еще реконструкция Соборная. Вот реконструкция от улицы Лермонта до улицы Якова Новицкого на сегодняшний день. Тоже там не ходит трамвай, но предполагается замена опор. Там есть и железобетонные опоры на железные опоры с установкой. Но это нас немножко не касается, но хотя мы работаем вместе в паре с Запорожьем с Светом, они должны установить новые светильники на наших опорах и полностью реконструкция кусочка этого контактного сети. По самому предприятию можно сказать, что нам горы с полкомом выделили средства для реконструкции котелин. У нас очень старые котельные. У нас две котельные собственные, это которые в депо находятся на улице Героев Сталинграда или Школьной. И одна вторая котельная находится в парке номер один. Там стоят старые котлы, они еще котельные даже 60-х годов выпуска. Это, естественно, с расходом газа, где-то приближено КПД, их 60-62%. На сегодняшний день утверждена уже смета, уже все разработаны, проектная документация на замену котлов типа термона. У них предполагается 92% КПД, это каскадная котельная. Совершенно нового образца и, естественно, с экономией порядка 20-30% газа. Решением сессии Городского совета были выделены финансовые средства для закупки 10 троллейбусов, бывшей эксплуатации, но которая эксплуатировалась в Европе, и также 10 автобусов новых. Для закупки троллейбусов, которые эксплуатировались в Европе, выделена сумма в пределах 10 миллионов 500 тысяч гривен, а для закупки автобусов выделена сумма 11 миллионов 900 тысяч гривен. Поэтому, прежде чем провести эти закупки, мы объявляем тендер на предприятии. И для проведения тендера у нас есть свои технические условия, которые мы прописываем в этом тендере. Что касается новых, вернее, бывушных троллейбусов, то мы прописываем условия, по которым это вместимость в пределах 100 человек, пассажиров, экономия электроэнергии на управлении электроприводом, также, чтобы эти троллейбусы были оборудованы тиристорно-импульсной или транзисторно-импульсной системой оборудования, асинхронные двигатели, и была возможность для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Что касается автобусов, то автобусы будут совершенно новые, не бэушные, это производство в Украине. Технические условия, которые мы предъявляем для этих автобусов, это автобусы средней вместимости, пассажиров, вместимость около 60 человек, 60-65, чтобы на них были установлены двигатели, которые работают по стандарту Евро-5, такие сейчас требования в Европе, и также возможность перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Вы объявляете тендер, а кто в нем будет участвовать? Ну, в тендере, как обычно, мы прописываем требования, это выставляется в электронном виде, и здесь может участвовать любое предприятие, которое занимается поставками подвижного состава. В продолжение темы, скажите, а когда появятся БУ-троллейбусы и новые автобусы на наших улицах? Сколько должно пройти времени? Ну, что касается тендера, смотрите, выставляется в системе, в этой прозор, это месяц будет, потом, по истечению, когда будет определено, там, в зависимости от того, сколько будут предприятия участвовать в этом тендере, и будут определяться победители. Поэтому сейчас трудно сказать, могут торги вообще не состояться, если не будут представители. А если это состоится, то это в пределах, в течение, после определения победителя, еще три месяца. Там будет заключен договор, после проведения и определения победителя, и с победителем будет подписан договор, в течение какого срока будут поставлены эти машины. Система такая, что да, если нам, мы найдем, ну, появится продавец на 10 новых автобусов, у него не стоят эти 10 новых автобусов, он должен их изготовить и потом нам отдать. В принципе, у нас никто не хранит сейчас новые автобусы, и бэушные трамваи никто не завез, троллейбусы никто не завез в Украину, для того, чтобы в часах их продать. Система состоит, что они два, три, так же, как мы получали вот эти троллейбусы в предыдущем году, троллейбусы Днепро, мы получали не все сразу шесть, мы получали их постепенно, ну, два, три, вот так вот. Скажите, пожалуйста, за последние полгода в местные СМИ поступало как минимум четыре сообщения о возгорании трамваев. Поэтому рождается такой вопрос, как бы проверяются ли трамваи перед выходом на маршруты, и почему в этом году еще не предусмотрены средства на закупку новых трамвайных составов. Согласно правилам эксплуатации пассажирского электротранспорта, каждое транспортное средство проходит каждую ночь, для вас, чтобы было понятно, каждую ночь ЕО, ежедневный осмотр. То есть любое транспортное средство, пока оно находится в парке, его проходит, оно обслуживание. Его обслуживают, и выявленные недостатки устраняют, и готовят к выходу на линию. Да, было несколько возгораний. Ну, возгорания почему? Я вам могу сказать, что, ну, первое, это из-за старости трамва, подвижного состава. Трамваи, конечно, пересисляли, раньше вам сказали, что трамваи у нас все уже вышли в свой срок. Один, единственный трамвай, К1, который у нас ездит, который был куплен, по-моему, сколько, 6 лет назад, да, Деда? 6 лет назад был куплен в Днепропетровске. Вот, почему не берутся трамваи? На сегодняшний день новый трамвай стоит порядка 16-17 миллионов гривен. Ну, адекватность, вы сами понимаете, найти такие деньги на закупку новых трамваев, ну, не каждый, будем говорить, город даже себе позволит. Здесь многие города перешли на то, что покупают бэушные. Бэушные с Европы. Слава Богу, не было серьезных возгораний, всегда вовремя принимались меры, как сказал Виталий Борисович, это прежде всего связано со старением изоляции. Она при капитальных ремонтах не меняется, делается только несущая все, а вот изоляция, к сожалению, дает, она немножко уже не ту имеет свое свойство. Скажите, пожалуйста, вот о ремонте трамваев. Я помню, там несколько лет назад как-то интенсивно выходили на маршрут новые, отремонтированные, красивые трамваи, а сейчас вот это как-то приостановилось. По ремонтам подвижного состава мы ремонтировали, ремонтируем и обязательно будем ремонтировать. Мы вот за три года подряд ремонтировали подвижной состав. О трамвае говоря, это нам оказывал спонсорскую помощь Мотор Сич. Благодаря ихней такой активной позиции мы отремонтировали таких 25 трамваев и два троллейбуса, которые сегодня они отличаются, они имеют синий цвет и они имеют логотип Мотор Сичи. Они в основном ездят в Шевченковском районе. Поэтому мы ремонтировали такие трамваи, будем ремонтировать, и мы со свой счет ремонтируем трамваи. Вот на сегодняшний день у нас есть программа ремонта трамваев и троллейбусов за собственные средства. Сейчас ведется переговоры с городскими властями, с депутатами. Есть полное понимание нашей проблематики в горисполкоме и среди депутатов. Поэтому сейчас ведутся наработки на то, чтобы мы получали финансовую подтримку для ремонта трамваев и троллейбусов. Я говорил, база у нас есть, имеется, мы можем ремонтировать ежегодно 10 трамваев, 10 троллейбусов. Я думаю, что эта работа будет продолжаться. Ну и просьба, если вот кто-то имеет такую возможность и спонсоров в городе, окажите помощь городу в ремонте городского транспорта. Займите позицию такую, которую занимает мотор Сечи. У меня вопрос о контролерах, которые ходят в трамваях, троллейбусах и контролируют оплату. Постойно уникают сутики, даже доходят до бейок между женщинами-контролерами и пассажирами, которые не платят за проезд. Сейчас я видел, что какая-то охранная фирма, которая ходит вместе с контролерами, потому что контролеров были убили, каких-то женщин-контролеров были убили, и КП запрошел электротранс, заключил контракт с какой-то охранной фирмой. Назовите, пожалуйста, что это за охранная фирма и на каких условиях идет оплата их послуг. Дело в том, что сколько не было случаев, все случаи, все конфликтные возникают из-за того, что человек не оплатил свой проезд. Безусловно, контролер на своем рабочем месте, он исполняет свои, так сказать, обязанности, должностные, это в его обязанности входит. Хотя мы сегодня, на сегодняшний день, понимая то, что вы сказали, понимая ситуацию всю, мы направляем наши действия, действия наших контролеров, не на наложение штрафа, а на профилактическую работу с пассажиром. И если возникают конфликтные ситуации, как вы сказали, поверьте, каждая конфликтная ситуация до единой проведено расследование, проведено с приглашением вот тех людей, которые там участвовали. Мы, безусловно, не приветствуем этого и будем бороться. Если есть хамство с нашей стороны, мы обязательно с ним будем бороться, мы это искореним. Что касается охранной фирмы, да, действительно, у нас сейчас такой пилотный проект, у нас работает таких бригады, 4 бригады, то есть 8 человек с охранной фирмы, которая работает в бригаде, один наш контролер и два человека из охранной фирмы. Они сегодня работают на маршруте троллейбуса номер 14, и с марта месяца мы их перевели на маршруты троллейбусов по центру города. Ни одного нарекания в этот счет не поступало, насколько я знаю, потому что опять мы их нацелили на то, чтобы работать с пассажиром, просить оплачивать проезд. Почему бы Запорожь электротрансу для начала хотя бы на конечных остановках не повесить расписание отправления троллейбусов тех же? Я думаю, что первое опасение Запорожь электротрансу повесим такое расписание, а оно потом не будет соблюдаться. Так вот, еще хочу посоветовать в том же объявлении, где расписание, поместите телефон, куда звонить. С левой стороны по проспекту, когда едешь на работу, солнце выжигает глаза. И тут же напрашивается тоже вот такая идея, что занавесочки на окне с левой стороны. Расписание составляется на каждый маршрут, на каждый троллейбусный парк. Оно как минимум трижды в год меняется. Из-за чего оно не изготавливается, не вывешивается? Вывешивалось, бумажка долго не держится. Для того, чтобы сделать расписание какое-то такое удобоваримое, это должно быть большая конструкция. И самое главное, мы меняем расписание. Первое, мы меняем его на весенне-летний сезон. Вот сейчас, в данный момент, расписание в городе поменяется. Потому что другие немножко пассажиропотоки. Вы правы, мы просто не хотим ввести пассажира еще и в заблуждение. Почему? Потому вот я сегодня сказал, мы по плану у нас 47 троллейбусов. Мы выпускаем 41 троллейбус. Поэтому он не в их, а мы заранее не знаем, какой троллейбус не сможет доехать. Опять, все связано с подвижным составом. Если бы он был новый, если бы он ездил, как положено, нет вопросов. Ну и опять-таки, расписание вывесил. Вы знаете, какие пробки на проспекте. Не факт, что тот троллейбус, который и выехал по расписанию, не факт, что он может, сможет вовремя доехать. Что касаемо занавесочек. Ну, если ехать в одну сторону, Солнце слева, если он возвращается справа, значит, занавесочки с двух сторон. Дело в том, что конструкция троллейбуса выпущена вот таким образом. Поэтому мы каких-то дополнительных туда не вносим видоизменений. Почему? Потому что один человек захотел занавеску, второму она не понравилась, потому что кто-то руки вытер. Поэтому очень много моментов. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому, если завод, изготовитель туда не предусмотрел, мы туда и дополнительно ничего не ставим. Но все, что положено от завода-изготовителя, все осмотры, все ремонты, которые сделаны, безопасность движения, да, здесь все соблюдено. Вот эти вот шесть троллейбусов новые, которые мы приобрели, они с кондиционерами и затонированными стеклами. Это если кто ездил, тот заметил, кто не ездил, тот не знает. Лето придет, сейчас мы запускаем кондиционеры во всех троллейбусах. Вот эти шесть будут ездить с кондиционерами. Виктор Сосницкий, сайт Вести.Инфо. У меня три вопроса. Первый из них, все-таки цена на электроэнергию и минимальная зарплатная оплата из года в год растут. Скажите, пожалуйста, какая сейчас экономически обоснованная цена проезда в электротранспорте? Будет ли он дорожать или останется на прежнем уровне? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы говорили о ремонте трамваев, капитальном ремонте трамваев и троллейбусов. Все-таки скажите, какова цена ремонта, как средняя, как одного трамвая, так и одного троллейбуса? И третий вопрос. Вы говорили о выделении более 20 миллионов гривен на обновление подвижного состава. То есть все-таки вы тут ничего не сказали, а на постоянных комиссиях перед сессионным решением все-таки говорилось, что автобусы это будут марки «Богдан», а троллейбусы, по-моему, марки «Шкода», которые потом будут ремонтироваться капитальным ремонтом где-то в Невропетровске. Так вот, меня интересует... Скажите, пожалуйста, срок эксплуатации после капремонта этих старых или поддержанных троллейбусов, насколько он отличается от сроков эксплуатации новых троллейбусов той же марки «Днепро», которые были закуплены в 2015 году. Спасибо. Название троллейбусов и автобусов мы в тендере не можем указывать. То есть будет просто указан тендер на приобретение подвижного состава. Будет ли это «Богдан», может выиграть другая какая-то филон. Электрон. Электрон. Мы не указываем. Нет. Законодатель запретил указывать марку и троллейбус. Мы просто когда на депутатских комиссиях оговаривали, это был тип подвижного состава, какой мы можем купить. Это может быть не «Шкода», а идентичный «Шкоде» подвижной состав. Мы не знаем, кто выиграет тендер. Говоря о ценах, я что вам хочу сказать. Я никого не стану убеждать в том, что новый подвижной состав лучше, чем старый. Только за новый подвижной состав стоимостью порядка 5 миллионов стоит один троллейбус. Один троллейбус из Европы, который пришел, его стоимость 1 миллион 100 тысяч. То есть за выделенные нам деньги в 10 миллионов 500 тысяч мы купим 10 троллейбусов. За новые троллейбусы мы бы купили 2. 2 троллейбуса, да, безусловно, новые троллейбусы, но 2 троллейбуса и 10, все-таки разница есть. Что касаемо их срока эксплуатации, эти троллейбусы, когда мы начинали нашу конференцию и говорили, что в тендерные условия нами будет выставлено обязательно условие предпродажный капитальный ремонт. Каждый капитальный ремонт предусматривает продление срока эксплуатации троллейбусов до следующего ремонта пробег 100 тысяч километров или 5 лет его эксплуатации. Цена ремонта одного трамвая, как и троллейбуса, если усредненно сказать, где-то порядка 700 тысяч гривен капитальный ремонт. Да, все действительно растут и цены, растет электроэнергия, растут все составляющие, но по последним нашим расчетам себестоимость проезда одного человека в электротранспорте составляла 2 гривны 10 копеек. На сегодняшний день, если все обратно перечитать, то очевидно у нас могут и возникнуть такие, но мы пока не рассматриваем вопрос повышения стоимости проезда, ну вот учитывая все социальные напряженности в обществе с вот этим всем, пока не планируем. Мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за четкие подробные исчерпывающие ответы. А вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в нашем муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова